Ежегодно мы на сотни тысяч наращиваем производство разнообразных машин. Это миллионы и миллионы деталей. И ежегодно перегоняем стружку до 9 миллионов тонн металла. Четверть его безвозвратно рассеивается, выгорает при переплавке. А земные кладовые не пополняются. К тому же стружка и обрезки, это не только потеря металла. Это и бесполезно затраченное на их получение время и энергия. Как же быть? Что предпринимать? Беречь каждый грамм металла на всех операциях при изготовлении деталей. Одной из форм уменьшения потерь при переплавке стружки является ее холодное брикетирование. Стружку прессуют в монолит с минимальным количеством эмульсии и воздушных пустот. По сравнению с переплавкой стружки россыпью, брикетированное выгорает в 4-5 раз меньше. А вот такие брикетики горячего прессования из тугоплавкой стали и металлического порошка уплотняются до 98%. Служат они для получения прочного и в 1,5-2 раза более дешевого режущего инструмента. Но основной курс экономии в металлообработке – это внедрение передовых ресурсосберегающих технологий. Чтобы изготовить из металла деталь, надо прежде всего получить ее заготовку. Потом придать ей точные размеры и форму. И, наконец, улучшить вид и физические свойства детали. Практически здесь нет потерь металла. Например, при полировке магнитно-абразивным способом с применением металлического порошка. И при финишной размерно-чистовой обработке пластическим деформированием. Метод накатывания упрочняет поверхность деталей. Повышает долговечность детали обработка лучом лазера. А ведь служит это той же экономией. Основной способ при обработке заготовок деталей – это метод резания. Без него не обойтись для получения в деталях винтовой резьбы и при точной подгонке поверхностей соприкосновения деталей. Но и в традиционном способе резания можно уменьшить количество отходов. Так для получения отверстий большого диаметра используют кольцевые сверла. Такой отход может быть заготовкой другой детали. Мало дает отходов метод разделения одной заготовки на несколько деталей. Допустим, различных стопорных колец. Не менее эффективен противоположный способ. Из нескольких точных заготовок получение одного крупного изделия. Метод сварки станин по сравнению с их литьем требует меньше металла и времени. Позволяет быстро менять типоразмер. При обработке литья количество стружки определяет припуск. Чем он меньше, тем лучше. Точные отливки получают по выплавляемым моделям. На глаз они неразличимы от заготовок. Отлитые из парафино-стеориновой смеси звенья модели собирают в так называемую елку. На сгруппированные таким образом модели наносят песчано-формовочное покрытие. После этой операции песчаную оболочку-форму освобождают от легкоплавкой массы и прокаливают. Дальше форму надо заполнить металлом и получить группу заготовок на общем стояке. Для этого хрупкие формы бережно опускают в песок, чтобы не сломать их при заливке. После охлаждения отливки от стояка отделяют. Значительно уменьшает отходы обработка заготовок способом давления. Любое вещество может быть и жидким, и твердым, хрупким и вязким. Твердую хрупкую структуру делает вязкой, пластичной, жар огня и высокое давление. Металлообработка использует обе стихии. Для каждого состояния материала свой метод обработки. Попробуйте из хрупкого снега слепить снежок или выточить из олова деталь. Если плавление ослабляет связи частиц металла во всем объеме, то резание любыми способами разрушает связи только по линиям раздела. А давление сдвигает частицы металла в месте приложения сил, деформирует его пластически. Пластичность нагретого металла, его способность менять форму от давления, широко используют при получении деталей из полосовых заготовок. Не дает отходов производства из листового материала полых изделий, которые имеют форму тел вращения. При помощи додельных работ получает гибкие трубы, патроны с винтовой резьбой для электролампочек, абажуры и другие подобные изделия. Детали из особо прочного сплава обычной штамповкой не получить. На это способны методы импульсной штамповки, магнитной, взрывной или гидроударной. Последние позволяют иметь экономичное оборудование. Штампы в 2-3 раза дешевле. Роль пуансона выполняет жидкость. А питается установка от пневмо-сети завода. Напор жидкости возрастает вмиг. Удар ее прилагается к любой точке заготовки перпендикулярно. Такая установка в 5 раз менее металлоемкая, мало потребляет энергии. Обработка и давлением получает из стержневых заготовок разнообразные болты полной готовности. Делать их резанием долго и расточительно. Очень много отходов. Все этапы формования болтов из первичных заготовок на автоматах проходят без участия человека. А мы для наглядности рассмотрим переходы технологического процесса замедленно, с применением ручного труда. Вначале на стержне формуют головку болта. На другом штампе проводят предварительную калибровку. На автоматах осадка проводится при прямом ходе ползуна. Окончательная калибровочная операция проходит на обратном ходе ползуна при помощи выталкивателя. Нанесение винтовой резьбы безотходным способом накатывания это окончательный этап формования болта. Теперь вспомните принцип, когда из одной заготовки получают много деталей. Весь технологический процесс от исходной заготовки и до готовых болтов проходит на автоматах непрерывно. У них механизмы накатывания резьбы могут располагаться и горизонтально, и вертикально. Способ работы неизменны. Таким образом, на поверхностях разных изделий можно получать всевозможные профили. Подведем итоги поиска путей экономии металлов на этапе обработки заготовок. Первое. На этой стадии без методов резания во многих случаях не обойтись. Но и здесь возможна экономия. Второе. Во многом обработку резанием могут заменить весьма экономные способы пластической деформации. И последнее. Главный резерв экономии металлов таится в производстве заготовок. Между заготовкой и деталью кроется главный резерв экономии. Производство заготовок из листового металла имеет свои особенности. Тут количество отходов связано с картой раскроя, ее автором. Технолог должен уметь решать головоломки, обладать богатой фантазией. Строить сложные мозаики при массовом производстве может лишь ЭВМ. Этому способствует и централизованный раскрой материала для многих цехов. При этом количество отходов резко сокращается. Но большую часть заготовок получает из объемного металла. Свободной ковкой на молотах точную заготовку получить невозможно. А пресс выдает более точную заготовку. Постепенное давление уплотняет металл в объеме штампа. Из штампованных заготовок получает на специальном стане заготовки зубчатых колес. Машина заменяет 10-15 зуборезных станков и выдает колеса различных размеров и формы с прямыми, спиральными и шевронными зубьями. Все зависит от рабочих волков. Формование проходит постепенно, без нарушения структуры. Метод накатки повышает прочность самой распространенной детали, то есть дает скрытую экономию, уменьшает их потребность. И 30% экономии металла на обработке по сравнению с традиционными способами. А какая огромная потеря времени. Без отходов получают заготовки методом прессования и волочения. Различаются они приложением сил. Металл продавливают или вытягивают, то есть волокут. Однако профили крупного сечения они выдавать не могут. Чем шире отверстие фильеры, тем больше силы трения и значительно меньше сопротивления при прокатывании. Структура изделия при этом упрочняется. Важное условие для заготовок разных осей и валов. Такой же эффект получает и при поперечной прокатке с помощью профильных досок. Составляют их из нескольких заданного сечения клиньев. Поэтому вид этой прокатки и называют поперечно-клиновой. Первичные заготовки как бы самотеком продвигаются к зоне прокатки. Клинья формуют заготовку, перераспределяют массу металла как при раскатке теста. Стан горизонтальной прокатки проще и более компактный. Движется лишь одна плита. Задача оператора только внимательное снижение за нормальным ходом работы машины. Развитие способа прокатки можно наглядно проследить на примере изготовления сверла. Расходуются они миллионами. Половину дорогой инструментальной стали фрезерование долго перегоняет в стружку. И наоборот, экономит металл и упрочняет заготовку пластическая деформация. Поэтому выгоднее вначале прокатать необходимый профиль заготовки, а потом свернуть спираль. Еще лучше совместить операции прокатки и завивки. Тогда процесс формования можно автоматизировать. Но как? Профиль у сверла меняется по спирали, то есть и в продольном, и в поперечном направлении. И появилась продольно-поперечная или винтовая прокатка. Угловое расположение формующих волков дало возможность получать всевозможные по форме заготовки. Шары, например, и другие подобные заготовки для подшипников и мельниц. Делает их стан винтовой прокатки более правильной формы, чем при штамповке и практически без отходов. Посмотрите, как проходит постепенное формование шаров. Но так быстро и непрерывно теперь можно получать не только уже знакомые нам заготовки, но и большие валы и оси. Их и делает на стане винтовой прокатки. Смещение волков изменяет диаметр заготовки по шаблону, по копировальной линейке. Ролик следящего механизма связан с прокатными волками при помощи гидравлической системы. В ней под большим давлением перетекает масло и положение цилиндров с волками изменяется. При одновременном вращении и сжатии волками стана заготовки по продольной ее оси образуется полость. Применяя специальные оправки, так получают полые заготовки. Для изделий без полостей применяют укороченные волки и обязательную растяжку заготовки. Ее слои образуют при этом как бы спираль, важное качество для торсионов. У точной и прочной заготовки надо только обрезать концы. На каждой крупной заготовке этот метод сберегает до 30% металла. Помните отходы после работы кольцевого сверла? Ни одному остатку не даст пропасть рачительный хозяин. Все пустит в дело и получит новые заготовки. Большие резервы экономии металла, энергии и времени можно найти в литейном производстве. Оно обеспечивает заготовками все методы изготовления деталей. На всех стадиях получения слитков для прокатки теряется время, энергия, охлаждают, чтобы тут же нагреть, и металл. Пятую часть слитка отрезают и отправляют на переплавку. Замкнутая цепочка потерь. А если перешагнуть промежуточные операции? Думаете фантастика? Не скажите. Английский писатель Герберт Уэллс в романе «Война миров» туманно считал это фантазией, описал метод получения заготовок из расплава. Такие машины теперь есть. У них расплав стали остывает в кристаллизаторе. Волки поддерживают и вытягивают расплав в непрерывный слиток, а холодный дождь дополнительно закрепляет его форму. Громоздкие машины приобретают простую форму на два разливочных ручья и более. А теперь еще один шаг в фантастику. Если объединить разливку стали и прокатку самых разнообразных заготовок в единый непрерывный поток, тогда можно быстро получать много деталей с большей экономией металла и энергии. Все умножается трудом каждого из нас. Если есть возможность сберечь хоть несколько граммов металла и топлива, несколько минут рабочего времени, а без таких, казалось бы, мелочей невозможно ускорение всей нашей экономики, обязательно подумай, как это сделать. Чувствуйте себя хозяином. Не по силу одному посоветуйтесь с другими. Юный Карл Маркс в своем гимназическом сочинении писал «Каким бы делом вы ни занимались, главная из этих идей польза, которую приносит ваш труд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова